всем привет и настало время узнать что-то новое о нашей любимой игре gta san andres спасибо всем тем кто поддержит данную рубрику лайком пишет комментарии и вы если здесь впервые то смело подписывайтесь на канал здесь много контента по gta но если вы вообще сам по себе мега задрот по gta шички вы знаете что есть gta san andres мультиплеер а я играю на резонный друг все ссылочки и пи адрес проекта также мой промокод вы можете найти в описании ввести его и получить денежное вознаграждение прямо на старте игры так что смело все вводи все есть в описании ознакомься не стесняйся а мы с вами начинаем данный видеоролик let's go ну разумеется где как не в миссиях спустя 15 лет узнавать что-то новое на наших экранах миссия los desperados предпоследняя миссия сюжета в gta san andres где нам нужно помочь цезарю отвоевать его район от преступной группировки los santos vagas и наверное все бы ничего но после катсцены игра предлагает нам нанять парочку членов банды гроуф для поддержки огневой мощи и кто мог подумать что именно в этот момент мы можем не обращать внимание на цезаря то есть совсем да он как бы за нами бегает но если вдруг каким-то причинам вы его потеряете ничего страшного не произойдет ведь вы можете просто нанять трех членов банды вместо двух и игра как ни странно засчитает это потому что думаю что если карл джонсона преследуют именно три тела то третье тело по-любому из них будет цезарь вы можете просто с тремя хомисами без самого цезаря приехать к маркеру не боясь того что вы не сможете завершить дальше миссию игра засчитает этот мув а цезарь потом просто телепортируется вам и все не думаю что как-то случайно получится найти данный баг но тем не менее он связан с баскетбольной площадкой и джекпаком в чем же суть если вы по каким-то причинам начнете играть в баскетбол и на вашем поле будет вас джекпак который вы только что недавно оставили и вдруг вы захотите прервать свою игру и при этом на месте вашего джекпака скажем так положить мячик сразу же в него войдете тоже навряд ли вас получится освободиться от этого джекпака он у вас будет до конца вашей сессии а также надпись сыграть в баскетбол у вас также не пропадет никогда даже просто не знаю при каких обстоятельствах человек может попасть в данную ситуацию но баг достаточно забавный интересное наблюдение также вышло с полицейскими которые ходят по штату патрулируют его если вдруг по каким-то причинам у вас будет одна звездочка и рядом с вами есть полицейский он видит ваше правонарушение начнет за вами бегать с дубинкой все как полагается в общем вы на равных условиях но если вдруг вы внезапно достанете пистолет он также достанет пистолет учитывая то что у вас одна звездочка если вы также уберете пистолет вы решили передумать он также возьмется за свою дубинку как бы он все время с вами наравне хочет быть на равных сами чтобы ему потом не присудили что он якобы напал на безоружного и так далее в общем есть какая-то у них чуйка своя которой они придерживаются и вот такой после таких наблюдений думаю сидишь это либо баг либо таки должно быть напишите свое мнение в комментариях что это такое почему когда я убираю оружие полицейский также его убирают почему когда его достаю он начинает тоже доставать свое интересное наблюдение пишите в комментариях чего об этом думаете также путешествие по штату обнаружил неизвестный магазин бомб действительно магазин бомб так и называется может там кроме бомб ничего не продают и почему же неизвестные потому что на карте совершенно никак не обозначено их местоположение и стало быть для чего они собственно говоря нужны то хрен его знает для развлекалого наверно какого-то или это дань уважения предыдущим частям потому что предыдущих частях они были и даже они вроде как если я не ошибаюсь были отмечены на карте только лишь в одной из миссий в сан-фьерро нам предоставляется возможность заехать именно в эту бомбу заложить ее и там взорвать заводик я думаю все знаете эту миссию местоположение магазин бомб вы видите на экранах она находится рядом с ж.д. в лос-сантосе в сан-фьерро к сожалению данный магазинчик почему-то закрыт и используется только в миссиях а вот лас-вентуресе находится рядом с тренажерным залом вот так вот неприметно причем еще то камера странно меняется когда туда заезжаю ну в общем не скажешь сразу что это магазин бомб и тут можно что-то заложить что-то взорвать если честно почему бы не добавить немножко мистики в наше видео ведь это сандрес на самом деле существует мост самоубийц разумеется это не просто так было построено а это отсылка к действительно настоящему мосту в колорадо стрит который свое время заработал репутацию моста самоубийц мост так назвали по понятным причинам что люди переходили туда и кончали жизнь самоубийством в действительности один из наиболее известных случаев произошел 1 мая 1937 года когда отчаявшаяся 20-летняя мать бросилась моста и свою трехлетнюю дочь а потом спрыгнула и сама мать разбилась на смерть а вот дочке удалось спастись поскольку ее падение было замедлено ветками деревьев по информации на 2010 год более 150 человек свели счеты жизнью на этом мосту причем значительное число самоубийц пришлось на годы великой депрессии забавно что и в игре если вы каким-то способом спровоцировать нпс бежать от вас прочь он как ни странно но сиганет с этого моста прямо вниз следующее наблюдение пришло опять к полицейским да я люблю за полицейским в последнее время что они делают и как они себя ведут на этот раз что если вам скажу что у полицейских действительно когда-нибудь да смогут закончится патрон хотите верьте хотите нет то это действительно так это подтвержденный факт и я сейчас вам это докажу скажу вам сразу же что мне пришлось постоять целых 15 минут на месте проследить за одним полицейским чтобы он полностью тратил свою амуницию которую ему выдали там в его департаменте не знаю ну в общем я стоял так 15 минут активно наблюдал за тем что он делает сколько раз он поменяет свой магазин и закончится ли патроны то есть это был самый настоящий эксперимент в никуда если хотел проверить закончится ли у них амуниция и все получилось спустя 15 минут у него наконец-таки закончился боезапас он присел после этого видимо у него не казалось даже обычной дубинки чтобы начать меня бить ею забегать чуть вперед я скажу что позади меня был еще один полицейский который также меня стрелял и вот у него закончились патроны но он стал меня бить дубинкой другим оружием а это джаз за которым я следил все 15 минут у которого закончился без весь боезапас он просто сидел и ничего не делал так что теперь вы знаете что ничего это в мире не бесконечно оружие и вода мы как сами наблюдали что выхлопные газы из автомобиля выходят да там и такие пузырьки в воде из-за этого получается но также выяснилось то время стрельбы в песок подводный песок да у него стреляете тоже образуются такие пузырьки воздуха выходят из песка потому что пуля вбивается в песочек и из него выходит воздух тоже забавный момент ну и дальше этот вопрос наверно мучил многих года два назад все пытались проникнуть и добраться до буковки n считая что это очередная миссия ну просто бред какой-то но благодаря тренеру который я на нас качал теперь можно телепортироваться прямо на эту буковку и понять что же там происходит на самом деле после телепорта мы попадаем какое-то не знаю адовое месиво экран плывет все плывет на свете это видимо какой-то секрет на комната разработчиков назовите как хотите но происходит вот такая дичь все размазывается все цветастое говеное и во время того как мы переходим в карту игра просто вылетает вот такой забавный момент что если вам скажу что в gta stand res был полноценный мультиплеер режим на двух игроков это не сам это не что-то еще что у нас сейчас современно да в мире а именно в 2004 году как игра вышла на ps2 там был сразу заступен к оперативный режим то есть вы с другом в четвертом году могли вместе поиграть в gta sand res для меня эта новость стала убийственной потому что я всегда мечтал всегда хотел чтобы можно было с другом поиграть вместе походить повоевать в этом огромнейшем мире но к сожалению самой игроки познакомился уже на пк версии и такого режима почему-то на пока не завезли очень жаль как по мне но если вникать в суть многопользовательского режима он состоял из двух игроков один игрок постоянно мог играть только карла джонсоном а второй игрок мог выбрать один из четырех трех скинов находясь какой-то области наверно в лос-сантосе он мог выбрать там бандитов и так далее в сельской местности он мог выбрать только там старушку какую-нибудь или деда старого в общем все зависело от местности где вы хотите начать кооперативный режим причем это не было так просто взял подошел включил второй геймпад и начал играть нужно было найти определенное место где есть два черепка точнее два человечка это те самые места спавна где вы могли подключить второго игрока и при этом у вас не было ограничения во времени а также были еще режимные моменты где вы могли на карте найти два черепка как раз таки которые на время давали вам доступ ко второму игроку и вы вместе выполняли своего рода rampage это все конечно интересно но совместно выполнять сюжетный режим было невозможно вы могли играть вместе только когда вы просто хотите вместе поездить по городу но во время сюжета эти иконочки просто исчезали из карты это разумеется минус совместному режиму но тем не менее если в 2014 году я бы сел за ps2 со своим другом поиграть было бы вообще клёво но увы-увы вот такой видеоролик получился надеюсь он вам понравился если это так то не забудьте поддержать его лайком написать комментарий а если вы здесь впервые то подписывайтесь на канал здесь много интересного контента по гиташечке а также смотрите видосики которые сейчас у вас появились на экране с вами был хик всем спасибо за просмотр и пока